Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. У меня и мама учитель, 42 года педагогического стажа, и папа работал учителем, правда, не так долго. Учители округа поздравили с профессиональным праздником. Нам приятно, что к нам женщины идут рожать. В Московском областном центре материнства и детства появился на свет трехтысячный малыш. Эмоции переполняют, боишься там сбиться, не так прочитать слово. Ученики гимназии номер 16 «Интерес» побывали в гостях у нашего канала. В шахматах нет такого понятия «дети». Есть понятие «рейтинг» и «спортивный разряд». В Люберцах прошел чемпионат по быстрым шахматам. А теперь обо всем подробнее. В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители структур рассказали о проделанной на минувшей неделе работе. На территории городского округа продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В планах 2021 года работы по 61 адресу. Ремонты по категориям ремонта фасадов, балконов, внутренне инженерной домовой системы, кровли, отмостки. На данный момент выполнено из 61 52 многоквартирных домов, что составляет 85%. В работе находится 9 многоквартирных домов. Сотрудники административно-технической комиссии выписали 5 постановлений на сумму 15 тысяч рублей за парковку машин. Автомобили препятствовали вывозу мусора из дворов. Одно постановление на сумму 15 тысяч рублей за недлежащее состояние и содержание территории. С помощью фиксации фотоловушек два постановления на сумму 5 тысяч рублей за незаконный сброс мусора. С 27 сентября по 3 октября в Центральном парке восстановили освещение. В парке Наташинские пруды отремонтировали тротуар. За прошедшую неделю в парках провели 13 культурно-массовых и спортивных мероприятий. С предстоящими событиями культурного досуга можно ознакомиться на страницах парков городского округа в социальных сетях. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. С 1 августа в Люберцах стартовал пилотный проект по льготному проезду на коммерческих маршрутах для отдельных категорий граждан. Реализацию программы на общественном транспорте округа проверили представители администрации и сотрудники административно-пассажирской инспекции. Проблемы есть? Нет проблем. Нет, все нормально. Проехать бесплатно в маршрутных такси имеют право держатели социальных карт. Это пенсионеры, ветераны и люди с ограниченными возможностями. Для школьников и владельцев карт «Стрелка» за покупку от 10 поездок действуют скидки на проезд. Правила распространяются только если маршрут начинается на территории округа. Но не все водители коммерческого транспорта готовы брать льготных пассажиров. Я сейчас ехала в 940-й, не посадил. Сказал, у него нет. Он не посадил меня, высадил. Или платите, или выходите. Таких водителей немного, но они есть. Поэтому в автобусах и маршрутных такси регулярно проводятся рейды по соблюдению новых правил перевозки льготных категорий граждан. Провели проверку по приему социальных карт, по бесплатному проезду на наших маршрутах. Жалобы возникают у пассажиров с водительским составом, с руководителями транспортных компаний. В ежедневном режиме проводятся совещания. Люберцы стали одним из первых округов, где стартовал льготный проезд. В планах запустить программу по всей Московской области в 2022 году. Всего в округе 141 маршрут. Если возникают вопросы или жалобы по работе водителей и предоставлению льгот, граждане могут обратиться в управление транспорта по телефонам 8-495-503-6702 и 8-495-503-83-11. Новый тротуар появился на первом поселковом переулке Люберец. Пешеходную дорожку положили вдоль детского сада номер 68 поселка Калинино. Раньше родители водили детей по газону. По просьбам жителей было принято решение благоустроить проход. Работы поручили Люберецкому дорожно-эксплуатационному предприятию. На обустройство 130 квадратных метров тротуара понадобилось 4 дня. Ремонт в стадии завершения. Это последние работы, запланированные в текущем году на пешеходных зонах Люберец. Рабочим осталось укладку провести асфальт. И так мы все основное сделали. Мы здесь убрали сухостойные деревья, выкорчевали пни, провели установку бортового камня. В городском округе выполнены работы по ремонту тротуаров 22 штуки, порядка 5000 квадратных метров. Защита прав – главная задача профсоюза. В картинной галерее состоялся семинар Московской областной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Члены профсоюза обсудили вопросы, связанные с нарушением прав работников предприятий. Подробнее в нашем сюжете. Решение трудовых споров, защита прав сотрудников и льготы – то, чем занимается профессиональный союз. На предприятиях Московской области работает более 800 профсоюзных организаций. Из них 100 – это Люберецкие объединения. Нет другой сегодня организации, кроме профсоюзной организации, которая думала бы по-настоящему о человеку труда. Мы оказываем очень много материальной помощи в связи с пандемией. Мы заключаем соглашения с нашими ведомствами. 2021 год объявили годом организационного и кадрового укрепления профсоюзов. Федерация независимых профсоюзов России на этот период утвердила план мероприятий. Встречи и семинары помогают привлекать новых членов профсоюзной организации. На собраниях выявляют те вопросы, которые возникают между работодателями и сотрудниками предприятий. Мы почти пять лет пробивали вопрос о индексации заработной платы наших государственных служащих, органов исполнительной власти. В 2020 году перед нашей конференцией областной мы сумели решить этот вопрос, индексацию на 10%. Решать вопросы помогает трехстороннее региональное соглашение. Документ подписали Союз работодателей, правительство Московской области и объединение профсоюзов. Региональное соглашение – основа для переговоров и заключений документов на областном уровне. Приоритетные цели договора – обеспечить граждан правом на достойный труд, повысить качество жизни работников и их семей, расширить возможности профессионального роста. 28 сентября 2021 года в учебном центре агрофирмы «Поиск» прошло рабочее совещание по реализации проекта импортозамещения семян овощных культур. Сегодня российские поляна 80% заняты импортными семенами. Агрохолдинг «Поиск» – автор идеи импортозамещения. Его основа – государственно-частное и научное партнерство. На рабочие встречи собрались представители Министерства сельского хозяйства, Министерства науки и высшего образования России. Мы ставим задачу, чтобы, реализовав этот проект, мы увеличили минимум в 2-2,5 раза посевные площади в России. В этом проекте задействовано 8 научных учреждений. С ними мы решаем проблемы. И сегодня будем обсуждать, как ускорить селекцию, как быстрее сделать сорта, и второй вопрос – как сделать их более конкурентоспособными. Уникальность проекта. Научные организации на селекционном материале агрофирмы «Поиск» решают конкретные вопросы. Они связаны с урожайностью и качеством получаемой продукции, устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям выращивания. Особую роль в решении устойчивости к карантинным болезням занимает Институт карантина растений. Реализация научной части проекта – конкретный вклад в решение государственной политики в этом направлении. В рамках реализации проекта «Наука университета» созданы 35 селекционных семеноводческих, селекционных питомниководческих центров, которые являются основой реализации доктрины продовольственной безопасности нашей страны. В 2020 году президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности страны. Согласно документу, минимальное значение для семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции – не менее 75%. Мы работаем с Мариэлло-республикой, с Чувашией, с Астраханской областью и с Дагестаном. Директор департамента растений и водства Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов предложил расширить круг участников проекта. В этом году подключаем еще Республику Татарстан и Ростовскую область. Эти территории на плановой основе совместно с большим министерством, с министерством и региональным будут задействованы в испытаниях и внедрении наших селекционных разработок. В отечественном овощеводстве продукция агрохолдинга «Поиск» занимает лидирующие позиции. Совместная работа компаний с региональными министерствами сельского хозяйства позволит увеличить число пассивных площадей, занятых российскими селекционными разработками. А в условиях давления импорта на рынок на первый план выходит повышение эффективности и конкурентоспособности отечественной селекции. В споре рождается истина, как говорится. Соответственно, это помогает нам сконцентрировать определенные болевые точки и дальше перенести это на площадку Министерства сельского хозяйства, уже на площадке Министерства обсудить эти вопросы, вынести на высший уровень. Долю отечественных овощных культур на российских полях планируют увеличить до 2030 года. Два педагога, две судьбы, но цель одна – передавать свои знания подрастающему поколению. В честь профессионального праздника Дня Учителя наша съемочная группа познакомилась с преподавателями 16-й гимназии. Одна уже много лет преподает биологию, другая делает первые профессиональные шаги – учит детей иностранным языкам. На их уроках побывала Луиза Егезарян. Кто относится к поясу верхних конечностей? Лопатка. Никакой без ворота? Где лопатка? Где лопатка? Сегодня Ирина Чижова изучает с восьмым классом строение скелета. Качественнее и быстрее передавать информацию помогают современные технологии. На интерактивном столе можно рассмотреть каждую деталь человеческого организма. Череп. Череп. Позвоночник. Позвоночник. Грудная клетка. Грудная клетка. Еще, наверное, грудную клетку нужно разобрать. Ирина Андреевна родилась в семье медиков. Она продолжила традицию и получила специальность ветеринарного врача и биохимика. Но решила, что будет работать в школе, готовить будущих абитуриентов медицинских вузов. Оказалась я в профессии педагога совершенно случайно, пришла вести кружок в школу. На тот момент в гимназии не оказалась учителя биологии, поэтому я на следующий день сразу в одиннадцатый класс. Многие из моих выпускников уже получили профессию, уже занимаются любимым делом. Ирина Артамонова знала, что непременно станет учителем еще в детстве. Любила играть в школу с младшей сестрой. Уже тогда выбрала даже специальность. Мечтала учить детей иностранным языкам. Мне нравится дарить детям знания. И всегда приятно осознавать, что ты можешь чему-то научить. Ты можешь дать другому поколению что-то новое. Тот багаж знаний, который накоплен за многие годы. Дети, насколько я чувствую и насколько вижу, полюбили иностранные языки. С интересом приходят на уроки. В этом году Ирина Артамонова представит гимназию на конкурсе «Учитель года». Сейчас она активно готовится к участию в проекте. Молодому педагогу есть с кого брать пример. Ее старшая коллега – учитель биологии Ирина Чижова, лауреат конкурса в 2009 году. За плечами опытного специалиста победы в муниципальных и региональных проектах. Впереди у учителей много планов. Ведь работа с детьми – это постоянное движение вперед. В нашей профессии – это главное еще самореализоваться в этой профессии. То есть развиваться, развиваться. И будем стремиться к высокому уровню. Своим коллегам я бы хотела пожелать 25 часов в сутки или 26, если есть такая возможность, терпения и самое главное – здоровья в нынешней ситуации. Педагогическое сообщество городского округа Люберцы отпраздновало свой профессиональный праздник. В Инженерно-технологическом лицее чествовали виновников торжества, а также отметили лучших представителей сферы образования. Подробности в сюжете моих коллег. В этот день в Инженерно-технологическом лице собрались педагоги со всего городского округа. Отложив рабочие заботы, коллеги отмечают профессиональный праздник. Сегодня все творческие номера и выступления артистов – в их честь. Будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Несмотря на то, что повод праздничный, на встрече обсуждают вопросы профессиональные, подводят итоги проделанной работы. В этом году городской округ Люберцы вошел в топ-10 округов Подмосковья в рейтинге системы образования ПИЗа. У нас есть с вами к чему стремиться. Главное, что на сегодняшний день из 38 общеобразовательных учреждений у нас 20 зеленые и 18 желтые. Итого 38. Из них две школы – это гимназия номер 16 и гимназия номер 41 – вошли в топ-100 лучших школ в Москве. За этими сухими цифрами стоит ежедневный труд педагогов. День учителя – как раз один из поводов отметить лучших представителей профессии. Среди награжденных – заместитель директора 16-й гимназии Людмила Ащеулова. Для нее День учителя не только профессиональный, но и семейный праздник. У меня и мама – учитель, 42 года педагогического стажа, и папа работал учителем, правда, не так долго. Сестра моя – учитель, всю жизнь преподает английский язык в одном из регионов нашей страны. Ну и я – учитель, уже более 25 лет. Пяти педагогам вручили сертификаты на предоставление квартир по коммерческому найму. Значимую меру поддержки получили как учителя, так и воспитатели. Я знала, что есть такая возможность получить жилье. Я собрала документы совсем еще недавно. Честно, я не ожидала. Сегодня я была настроена на грамоту, диплом. И вот буквально сегодня я уже получила сертификат. Это неожиданно и здорово. Не обошлось в праздничный день и без присуждения высоких званий. Начальник управления образованием городского округа Люберца Виктория Бунтина получила знак заслуженного работника образования Московской области. Традиция поздравлять учителей берет свое начало еще с советских времен. Впервые этот праздник отметили в 1965 году. В конце 20 века он приобрел международный статус. И вот уже 27-й год. Людей, дарящих знания, чествуют во всем мире. У Изяи Геозырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 9 октября – Всемирный день почты. Письма и открытки в современном мире можно отправить через интернет. Но остались и те, кто использует только бумажные почтовые карточки. У этого движения даже есть свой термин – посткроссинг. Представители сообщества – частые посетители почтовых отделений. С почтальоном и посткроссером пообщалась наша съемочная группа. Татьяна – посткроссер со стажем. С 2016 года она отправляет и получает открытки со всего мира. Адреса Татьяне подбирают случайным способом на сайте посткроссинга. На этот раз попался адресат из Новосибирска. Выбор открытки и написание текста – самая интересная часть отправки. Многие пользователи сайта даже коллекционируют почтовые карточки. Самый первый альбом. Он специально помечен такими наклеечками, которые мы, кстати, тоже прислали. Первую открытку, наверное, свою я здесь не найду, потому что их очень много. Я уже, честно говоря, ее не помню. Фильмы, животные, пейзажи. В коллекции у Татьяны более тысячи открыток. В первом альбоме они распределены по темам. В анкете на сайте посткроссинга участники пишут свои пожелания по открыткам. У Татьяны это коты, сказки и работы современных художников. Открытки, они очень интересные, они очень необычные. Лена Гниткова – это современная художница. Ну, может быть, мрачная, темноватая, но они очень уютные на самом деле. Они имеют определенную стилистику, определенную тематику. Еще одна моя самая любимая художница, наверное, даже я ее так покажу, – это Ягоренкова. Увлечение посткроссингом началось в 2015 году. Перед Новым годом Татьяна от имени Снегурочки отправляла открытки детям своих друзей. Юные адресаты были в восторге от новогоднего чуда. Их родители предложили Татьяне присоединиться к движению посткроссеров. То, что я как-то сначала насторожена, думаю, ну сейчас меня это вот затянет, это сейчас вот это вот, я сейчас буду охотиться за этими открытками, азарт. Ну это правда, вот в итоге три вот этого альбома, потому что действительно это очень затягивает. Посткроссеров в почтовом отделении видят редко. Здесь продолжают оплачивать счета, получать и отправлять посылки, деловые письма. Но почта идет в ногу со временем. В отделениях можно приобрести продукты или заказать их домой. Большинство почтовых услуг сейчас можно получить онлайн. Это и запись в любое отделение, которое удобно для человека. Это и отслеживание и отправление посылок. То есть посылку можно через приложение оформить, оплатить и даже отправить из дома. Современный почтальон – это еще и курьер. В отделении 140-005 Светлана Комова работает 26 лет. Люберчанка не понаслышке знает, как изменилась почта с прошлого столетия. Раньше было, ну как газеты, письма все. А сейчас и продажи, и подписка, и на дому. То есть клиент позвонил, мы пришли, подписали его дом. Работа прибавилась. Во-первых, хотя и говорят, что сейчас многие перешли на электронку. Неправда. Вот посмотрите, у меня у ФМС, пожалуйста, большие. Очень много писем. Последний штрих в посткроссинге. Наклеить марку и бросить в почтовый ящик. Впереди ожидание ответной открытки, которую принесет почтальон. Айтаж Щерагова, Петр Пономаренко, Телеканал, ЛРТ. Редакция телеканала ЛРТ вновь распахнула свои двери для подрастающего поколения. На этот раз в телевизионное закулисье заглянули ученики гимназии номер 16 «Интерес». Среди гостей были потенциальные журналисты, операторы и монтажеры. Что нового для себя узнали будущие телевизионщики, расскажем в следующем сюжете. Готовы? Угу. В редакцию телеканала ЛРТ воспитанники 16-й гимназии приехали не только за новыми знаниями, но и попрактиковаться. Привезли собственную камеру и вели съемку параллельно с нами. Вот в этой маленькой комнате создаются те новости, которые вы можете видеть по телевизору в Люберцах. А зам телевизионного мастерства ребята учатся в школьной студии «Интерес ТВ». Она создана на базе 16-й гимназии пять лет назад. Поэтому то, о чем рассказывали школьникам, было им знакомо. Но у опытных телевизионщиков всегда есть чему научиться. Если вдруг суфлер накрылся, да, по каким-то причинам или не крутится, какие ощущения, у меня всегда есть папочка с собой. Просто берешь и читаешь по папочке, и спокойно накрылся, накрылся, едем дальше. А если без папки? Если без папки, ну по памяти вспоминаешь, что за путь была. Импровизация на телевидении приветствуется, но все же есть определенные правила, которых нужно придерживаться. Секретами телепроизводства с юными гостями поделились режиссеры монтажа. Респондент принесла текст. Я сейчас сделал рыбу. Рыба – это когда я вырезал отдельно закадровый текст. Вот видите, он в зеленом выделен. Я могу вам включить. Так как я начинающий ютубер, ну стример частично, то я должен знать, как правильно монтировать. Нам показали, как правильно монтировать. Полезной эта экскурсия оказалась и для тех, кто мечтает работать в кадре. Дети примерили образ телеведущего. Подробности в сюжете моих коллег. И попробовали озвучить телевизионный текст. Сегодня мы узнали новые слова. Лайв, спикер, подводка и также закадровый текст. Мне нравится работать на камеру, рассказывать что-то интересное и снимать в принципе. Эмоции переполняют. Боишься там сбиться, не так прочитать слово с суфлера. Путешествие в мир телевидения подарило ребятам целый багаж знаний. Теперь они будут использовать их в своей практике и на занятиях в школьной студии. Мне самому бы еще сюда нырнуть и посмотреть и технику, и световые схемы, и посмотреть, что там в техническом блоке. Мне интересно побольше покопаться в деталях. Ребята в восторге. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Заболевание легче предупредить, чем лечить. В городском округе проходит вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно во всех поликлиниках округа, а также в выездных мобильных пунктах. Подробности прямо сейчас. Давление 126 на 80. Как у космонавта. Так оценивает состояние своего здоровья Татьяна Кудрявцева. В медицинской карточке женщины нет ни одной записи о том, что она болела гриппом. Это благодаря регулярной вакцинации, уверена жительница Люберец. Я вообще прививаюсь с 1957 года. Нас еще прививали в детстве, в школе прививали, перки делали. И мы никогда не болели. Я стараюсь почаще прививаться, чтобы всю зиму ходить бодрые и здоровые и не болеть. Сейчас, когда сезонным гриппом соседствует COVID-19, тема вакцинации особенно актуальна. Чтобы надежно защитить свой организм, врачи советуют сделать две прививки и от гриппа, и от коронавируса. Но между походами в поликлинику должен быть интервал 30 дней. Поскольку грипп, вирусные заболевания и вирусы обладают способностью к мутации, создаются вакцины с учетом изменчивости гриппа. Существуют вакцины в настоящее время флюэм и гриппол. Вакцины трехкомпонентные. Сделать прививку от гриппа можно во всех поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы без предварительной записи. В будни кабинеты вакцинации открыты с 8 утра до 8 вечера, в субботу с 9 до 15.00. Для удобства жителей в городском округе работают мобильные пункты. Ознакомиться с графиком выездной прививочной службы можно на официальном сайте Люберецкой областной больницы и в социальных сетях. Театр начинается с вешалки, а медицинский колледж с белого халата. Студенты и педагоги Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа номер 2 отметили 60-летие учебного заведения. Круглая дата совпала с Днём Учителя. На двойном празднике побывали мои коллеги. Белые халаты и учебники сегодня отложили в сторону. Вместо пару будущих медиков танцы, песни и стихотворения. Ведь юбилей «Альма-Матер» празднуют не каждый день. Фармацевты, фельдшеры, лаборанты, медицинские сёстры – в колледже открыто 4 направления. Студенты проходят практику в Люберецких больницах, лабораториях и аптеках. А после обучения становятся высококвалифицированными специалистами. Ведь знания им передают профессионалы. Преподавательский состав у нас более 50 человек. Все преподаватели у нас имеют много состава. Это высшую категорию. У нас есть также несколько преподавателей-кандидатов и педагогических, и химических наук. Признание педагоги получают не только от коллег, но и от студентов. Артемий Кудрявцев и Татьяна Лытова учатся у преподавателей и медицине, и человеческим качествам, которыми нужно обладать в этой профессии. Воспитывается, мне кажется, сострадание все-таки для медицинского работника. Это важно. Ответственность воспитывается. Очень квалифицированные все преподаватели, с большим стажем. Мне нравится, что они очень интересно объясняют материал. Стараются, чтобы мы все запоминали. Если вдруг у нас возникает, ну, нам нужна помощь, например, то они готовы всегда ее оказать. Помогают здесь с 1961 года. Именно тогда в Люберцах открыли медицинское училище. Первыми студентами стали 150 человек. Они учились в полуподвальных помещениях жилых домов до тех пор, пока им не предоставили здание на улице Красная. Это был наш первый дворец после полуподвальных помещений. В 1987 году медицинское училище переезжает в новое здание по улице Мира 6А, где мы сейчас и находимся, где мы с вами сейчас и ведем беседу. И у нас появляется новый учебный комплекс. Здание на улице Мира стало домом для преподавателей и студентов Люберецкого медицинского училища. В 1993 году образовательное учреждение получило статус колледжа. Сейчас здесь учатся более 600 юношей и девушек из разных уголков страны. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. Юбилейный ребенок родился в Московском областном центре охраны материнства и детства. Трехтысячный малыш за текущий год появился на свет 1 октября. На выписки новорожденного побывала наша съемочная группа. Для Татьяны и Александра Красновых это самое главное событие в жизни. В первый день октября появился их долгожданный первенец. Назвали малыша Марком. Мальчик родился крепким. Почти 4 килограмма весом и 54 сантиметра ростом. Шесть дней мама с малышом находились под пристальным вниманием медиков. Теперь собираются домой в новую жизнь. Причем я когда понимала, что вот-вот завтра уже будут роды, я сидела и думала, как интересно. Вот я сейчас сижу, лежу, смотрю, а через буквально сутки изменится полностью моя жизнь. И так и было на самом деле, так и есть. Роды прошли замечательно. Я роддомом очень довольна. Это действительно так. Родильный дом будущая мама выбирала тщательно. Побывала в нескольких учреждениях Москвы и области. Но доверила самое дорогое врачам в родных Люберцах. Потому что была полностью уверена в их компетенции и профессионализме. Нам приятно, что к нам женщины будут рожать. Мы очень любим наших женщин. Стараемся делать все для них так, чтобы все было хорошо. И с самой женщиной, которая рожает, и с ребеночком. Весь путь супруги прошли вместе. Папа был рядом с первых минут жизни малыша. Молодые родители с младенцем расположились в семейной палате. Сразу вручили мне в руки его. И дальше целый день я уже сразу вливался в роль отца. Помогал его помыть, переодеть и так далее. Поэтому уже выходя из больницы, какой-то опыт общения с детьми есть. Представители администрации городского округа поздравили новоиспеченных родителей. В Люберцах это трехтысячный новорожденный в текущем году. Молодой семье вручили памятные подарки, которые пригодятся в уходе за младенцем. Вам желаю заботиться о своем малыше, любить его. Поэтому желаю любви вам между собой и любви к вашему ребенку. От души вас притворяю. На выписку маленького Марка пришли родственники и друзья семьи. Молодая мама уже точно знает, что рожать второго ребенка она будет в Люберецком родильном доме. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Шах и мат. В Люберцах прошел чемпионат округа по быстрым шахматам. В интеллектуальном поединке сразились более 30 соперников разных возрастов. На соревнованиях побывали и мы. Третья. Глобов Александр Захара Диван. На турнире собрались 34 игрока. Сегодня быстрые шахматы. Они отличаются от классических временем партии. Оно не должно превышать одного часа. Выбор соперника в чемпионате случайный. Самому старшему игроку 82 года. Младшему 7 лет. В шахматах нет такого понятия дети. Есть понятие рейтинг и спортивный разряд. Кто имеет третий спортивный разряд и выше, принимает участие в этом турнире. У Варвары Чекан в 13 лет второй взрослый разряд. Она победительница Московской области среди девушек и обладательница третьего места в областном чемпионате среди женщин. Шахматы, да, нравятся. Они развивают моторику, мозг. Они хорошо помогают жизни. Когда в шахматы играешь, хорошо знаешь математику. На Люберецкий турнир приехали спортсмены из разных городов. Александр Лобов из Раменского – серьезный соперник даже для опытных шахматистов. Он – кандидат в мастера спорта. Любовь к логической игре молодому человеку привили еще в раннем детстве. Научил играть папа, а потом отдал меня… Я пошел, точнее, в шахматный клуб. Они развивают дальность расчета, можно на несколько шагов вперед представлять ситуацию. По итогу соревнований Александр Лобов завоевал третье место. Вторым стал Геннадий Ожогин. А победителем – гроссмейстер международной категории Сергей Архипов. Он стал обладателем золотого кубка. В следующий раз спортсмены сразятся в классических шахматах на полуфинале чемпионата «Люберец». Турнир пройдет 9 октября в Доме офицеров. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Играют по-взрослому. В округе прошел футбольный турнир «Кожаный мяч». В соревнованиях приняли участие детские команды по всей стране. В «Люберцах» за звание лучших в округе боролись сразу четыре школы. Кто одержал победу, расскажем в нашем сюжете. У вратаря задача не из легких. Если пропустит мяч, может проиграть вся команда. Голкипер гимназии номер один Артем Драбкин серьезно занимается футболом третий год. Умеет играть и в защите, и в нападении. Но любимая позиция на воротах. Несмотря на юный возраст, у спортсмена большие планы на будущее. Я начал заниматься в детстве, и сейчас до сих пор занимаюсь. Я сначала хочу в «Спартак» и продолжить карьеру в Барселоне. Футбол – это моя жизнь. Тренер команды первой гимназии – учитель физкультуры Александр Гайворонский. Он и главный наставник для ребят. Учитель признается, что с детьми бывает нелегко. Старается каждому найти свой подход. Бывают дети очень тяжелые. Бывают простые. Это не как книжку открыл, все, начал читать, и ты знаешь, какие буквы. Здесь немножко другое подходит. Здесь пытаешься разобрать каждую главу ребенка. Если уже по книжке так смотреть. Турнир «Кожаный мяч» провели на новом футбольном манеже «Олимп». Сыграли четыре команды. Первая гимназия, 10-я и 11-я школы, а также сборная поселка Томилино. Этот турнир проводится среди так называемых дворовых команд. Здесь нет профессионалов. Это дети, которые занимаются в секциях непрофессионально. А возраст – это 2010-2011 года рождения. Все команды встретились друг с другом по одному разу. В результате шести матчей сильнейшей стала сборная поселка Томилино. «Кожаный мяч» проводится один раз в год. Следующей осенью у любительских команд округа появится новая возможность завоевать первенство в футбольном турнире. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Бабье лето продолжается. Благоприятная солнечная погода ждет жителей Люберец и всего московского региона. Синоптики гидрометцентра России прогнозируют предстоящие дни без осадков. 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба. Такая погода комфортная для прогулок на свежем воздухе. Самое время полюбоваться осенним пейзажем в городе и на природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До свидания. Субтитры подогнал «Симон»